Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Итак, конечно же, при вводе бонового магазина в игру это очень сильно ошарашило игроков, и многие начали задаваться вопросом, какой танк выбрать, а стоит ли вообще какие-то из этих танков приобретать, или, может быть, совсем скоро завезут какую-нибудь новую имбочку в боновый магазин, или, может быть, в общем, лучше вообще потратить все это на улучшенное оборудование. Даже такие вопросы возникали. Собственно, сегодня я расскажу вам о том, стоит ли тратить сейчас боны, какие танки в дальнейшем, собственно, могут появиться, сколько может пройти времени, прежде чем новые танки появятся, и также вообще что выбрать, и какие вообще есть скрытые возможности бонового магазина. Ну и, собственно, начнем. Боновый магазин стартовал вчера, собственно, весьма внезапно. Танки там есть разнообразные. Не сказать, что самые топовые и интересные, но, на мой взгляд, самый такой интересный вариант – это вариант с танком FV215B. Он стоит, кстати, тут 12 тысяч бон, и, в принципе, все так, как говорили разработчики. То есть, они так и, в общем-то, рассказывали нам о том, что введут FV215B в продажу за боны, и, собственно, будут его продавать дешевле, чем другие танки. И, действительно, разница все-таки налицо. То есть, 12 тысяч бон и 15 тысяч бон за танки 121B и М60. Собственно, многие, подумав, выбирают все-таки какой-то другой танк, но только не FV215B. Ну, потому что, блин, а зачем его брать, если М60 прямо сейчас уже лучше и 121B даже поинтереснее смотрится, чем старичок FV215B. Но не все так просто. Дело в том, что разработчики обещали апнуть FV215B. И на данный момент из десяток это самый такой вот танк-сюрприз, можно так сказать. То есть, если верить словам разработчиков, то это такая вот специальная наживка, чтобы посмотреть, сколько людей купит этот танк, ну и потом составить статистику об этом танке, насколько он плох в нынешних реалиях, а он реально плох. И, собственно, потом можно будет приступить к капу этого танка после сбора статистики. Ну, именно так и работает Wargaming. Собственно, это означает, что те, кто сейчас купит за 12 тысяч бон, в дальнейшем могут получить, в принципе, имбу, которая будет сопоставима, может быть, с супер конем, если повезет. А может быть, конечно, особо и не апнут этот танк, но я уверен, что его апнут, но насколько сильно, ну это, конечно, сейчас неизвестно. Ну и, наверное, у вас еще такой вот вопрос, а почему нету такого танка, как FV215B-183, его же тоже как бы анонсировали, и нету, собственно, такого танка, как FOS-155, а также нету других имб. Об этом сейчас поговорим, но для начала объявлю победителя. Вот, сейчас вы можете видеть его комментарии на своих экранах. Вы также можете выиграть золото, вам достаточно всего лишь в комментариях указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. Также рекомендую зайти посмотреть сайт World Gold. Данный сайт интересен, в первую очередь, тем, что тут самые такие толстые, такие жирные, сочные призы. Можно получить прям танки топовые и много золота. И, собственно, не забудьте использовать промокод, который дает вам дополнительный бонус. Ссылка на сайт в комментариях. Итак, насчет FV215B, я думаю, разработчики не добавили этот танк, потому что сейчас вообще решается вопрос по поводу того, что делают с фугасами, поэтому пока что решили не плодить еще больше фугасных хэш-танков, чтобы потом не войнили, что это вы мой боновый танк изменили. Ну, а FOS-155, вот его непонятно, почему не добавили. Может быть, разработчики пока просто хотят один танк протестировать, FV215B. Ну, а FOS-155B все-таки тоже он такой токсичный. У него там три снаряда по 750 урона. Может быть, его добавят чуть позже. Просто сначала FV215B идет, потом FOS-155B, а может быть, и Бабаху тоже добавят чуть позже. Просто сейчас закончат как раз с обычными снарядами. Наверное, еще такой вот самый главный вопрос, когда же появятся новые танки в боновом магазине. Я думаю, в этом году вряд ли уже что-то появится. То есть, то, что вот это вот выкатили, это уже чудо. Но в следующем году, может быть, там в начале года или ближе, собственно, к весне, разработчики выкатят обновление. И оно должно быть очень круто. Среди боновых танков, которые должны появиться, это Т-22СР как раз, как раз FOS-155B. Ну, те танки, которые разработчики обещали. Также, возможно, объект 907. Ну и Чифтейн, мне кажется, его тоже должны завести. Да, это сейчас очень нимбовый танк. Но, собственно, я думаю, разработчики его понерфят. О чем они говорили, по крайней мере, отвечая на вопрос американского комьюнити, там на ВГ сказали, что будут следить за этим танком пристально. И на самом деле, вполне реальный нерф Чифтейна. Больно он силен. Хотя, все-таки, ему может соперничество навязать такой танк, как объект 279. Но он за ЛБЗ, его будет еще сложнее понерфить, потому что игроки будут недовольны. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл сейчас вот уже, просто уже, ну, купить какие-то самые важные, самые нужные танки. Из премиумов я бы рекомендовал брать Т-26Е5, если вам интересен фарм, потому что, ну, он хорошо, в принципе, пробивает. У него довольно точное, ну, орудие, стабилизация хорошая, ну, а башня крепкая, ОВН, но танк не очень быстрый. Если для линии фронта рассматривать, может быть, будет неплохим вариантом для фарма ПЗ-58 МУЦ, просто он более-менее подвижный, или гвардеец. Если вы не хотите играть в, собственно, рефералку, ну, то есть, получать танки, то и можно взять тяжа, он неплохой, МХ-М4-49, но я говорил, этот танк такой же, как и обычный, только с камуфляжем, то есть, разницы никакой нету, и, в общем, ну, лучше потрудиться и получить его за реферальную программу. Танки пятого уровня я вообще не рассматриваю, то есть, я вообще не вижу в них смысла, может быть, совсем начинающим, зеленым игрокам, которые, ну, только начинают играть в игру, и у них там чуть-чуть бомб откуда-то взялось, в общем, им, собственно, можно эти танки приобрести, чисто, чтобы что-то было, с чего-то начать, но я все-таки крайне рекомендую копить на боны, боновые танки восьмого уровня, вообще, они самые приоритетные, все-таки, они реально стоят денег, и даже удивительно, что ВГ того же гвардейца выкатили, хотя некоторые люди покупали, как бы, его за реалмани, так скажем. Ну, и еще стоит отметить, то есть, очень большая часть игроков так говорит, блин, Миха, у меня вообще нету десяток, ну, да, действительно, есть такие люди, у которых нету десяток, вот они спрашивают, вот у меня не хватает, что мне делать, все, конец, все пропало, шеф, но, собственно, не волнуйтесь, потому что в ноябре должна состояться награда для ветеранов 2019 года, но даже если вы там играете не очень долго, относительно, там, год, два, то все равно что-то вам дадут, то есть, что-то вам доперепадет, то есть, ну, наверное, какое-то количество бон вам добавят и, может быть, как раз вам хватит на танчик желанный. Ну, и еще стоит отметить, я уже говорил это, что разработчики отметили, что будут награждать ветеранов в зависимости от их активности, то есть, если вы хотите получить все-таки больше подарков для ветеранов, то я советую в ноябре, как можно чаще заходить в игру, именно чаще, то есть, ну, я думаю, очень важно будет это, там, не задротить по 10 часов, а именно, там, хотя бы раз, два, там, заходить в сутки и чуть-чуть поигрывать, тем самым, тем самым, вы значительно поднимете свою активность на аккаунте и, собственно, больше получите наград, больше бонд получите, тех же самых, плюс, увеличиваете шанс получить главный подарок ветеранам, то есть, это будет какой-то танк, пока что секретный, но, предположительно, объект 777, вариант 2. Ну, и, конечно, не забывайте про ранговые бои, то есть, они стартуют совсем скоро и тоже так будут неплохо, короче, награждаться. Я думаю, хватит вам, собственно, бон на премтанчик, если вы все лиги там пройдете. Также, скоро стартует Хэллоуин и я думаю, что связь тут очевидна, что Хэллоуин как раз, ну, стартует вместе практически с боновым магазином и с ранговыми боями, то есть, разработчики, как бы, намекают, вот вам побольше возможностей заработать еще боны. Я думаю, на Хэллоуине вы также сможете боны подзаработать. Вот такие вот дела, друзья, вот такая вот информация, я думаю, очень полезная. Ждем, короче, уже весны, пополнение танков там будет, может быть, раньше, но сейчас и в этом году, конечно, я не ожидаю, но кто знает, может быть, сюрприз разработчики нам устроят и еще какую-нибудь имбочку везут в боновый магазин. Ну, а я бы на вашем месте все-таки рассматривал для покупки FV215B, ну, не 183, обычный, я потом просто путаю их, они по названию похожи. Собственно, его должны апнуть, он должен стать, ну, если не имбой, то очень годным танком. Вот такие вот, друзья, дела. Спасибо, что смотрели, желаю вам удачи, пока. Пока.